Всем уважаемые коллеги, Сергей Маслёхин, консультант решения Верный РФ. Я, честно говоря, очень порадовался за коллег из Ивановской и Владимирской области, которым резидент озвучивает достаточно простой примитивный вопрос подготовленной земельной участки с коммуникациями. Честно говоря, нам вопросы прилетают несколько позамороченней. Вот так вот, да? Второй слайдик появился, разноцветный такой? Да, все хорошо. Отлично. Эволюцию запроса, ну вот как-то вот так вот кратно попытался классифицировать, да? Честно говоря, чем дальше со временем, да, тем меньше появляется людей, просто вынаврнувших из как бы своего мира, в котором они варятся, которые озвучивают достаточно простой вопрос. Дайте нам подготовленный земельный участок с коммуникациями. Иногда еще, правда, находятся такие, как это, в хорошем смысле слова, динозавры, да? Мамонты, которые просят просто землю, а все остальное я подведу сам. То есть они не знают, что, оказывается, можно взять земельный участок уже как бы с подключениями и все такое прочее, да? Но гораздо чаще я встречаю ситуацию, и это, я думаю, становится трендом, когда серьезный инвестор, я имею в виду серьезность намерений, не сумму, да? Сумма может быть разной. Серьезный инвестор ездит по регионам и устраивает прекрасный такой спектакль под названием «Ну-ка, удивите меня». И губернатор, и весь аппарат рассказывают примерно одно и то же, потому что все работают в одном правовом пространстве и располагают одними же тем же инструментами федеральной региональной поддержки особой экономической зоны, промышленной парки, Тосеры, РИПы, да, там, Арктика и все такое прочее. Вот. И честно говоря, я вижу, и мне это радостно, что запрос инвестора по мере его взросления, по мере повышения квалификации и требовательности возрастает. Это говорит о том, что, и это как бы нам, как консультантам, очень приятно, что люди начинают потихонечку учиться считать деньги, переводить в денежный эквивалент разные факторы, влияющие на то, где им размещать свой завод, свое производство, что им вообще там производить и продавать, да. Если, говорю еще вчера, и я думаю, что это уже вчера, и скоро станет позавчера, спрашивали только подготовленные помещения там или земельные участки с инфраструктурой. Через некоторое время стали спрашивать то, что я выделил здесь серым шрифтом, не знаю, видно, не видно. Помимо промышленных подготовленных зон, преференциальные режимы, низконалоговые юрисдикции. Но, честно говоря, мода эта потихонечку проходит. Дело в том, что преференциальные режимы, они развиваются. И сегодня низкой ставкой по налогу на прибыль, которой большинство бизнеса и в белую ты не платит, никого не увидевишь. Страховые износы сейчас можно льготу, честно говоря, получить, не будучи резидентом там особой экономической зоны. Некоторые наши коллеги, кто разбирается, они сказали, вы знаете, статус резидента в Сколку – это вчерашний день, 14% страховых износов. Извинитесь. Сегодня в России есть интереснее. Вот запросы высшего пилотажа, как я называю, я их начал тут подкрашивать красненьким и голубеньким. Это запрос на трудовые ресурсы. Я сейчас не буду называть регионы, муниципальное образование, который попал в вилку собственных обещаний. Приходите, уважаемые инвесторы, мы создадим для вас, начиная от одного окна, заканчивая все необходимые ресурсы, в том числе и трудовой ресурс, персонал, кадры. И вы знаете, к одному муниципалитету пришли несколько инвесторов и задали очень неприятный вопрос. Мы пришли, мы инвестировали. Кадры где? Дело в том, что пропал коэффициент, который считают на бирже труда, пропал, собственно говоря, индекс безработицы и конкуренция за одного сотрудника резко возросла. Я уже не говорю про нездоровые процессы, которые происходят в территориях особых экономических зон, свободных экономических зон, некоторых таких гетто, особенно которые удаленные от города. Тоже не буду называть название. Или там индустриальные парки, которые на Атшибе. Там происходят нездоровые конкуренции за персонал, переманивание, плюс одна тысяча рублей, и люди побежали. Несмотря на то, что первый работодатель, который оказался здесь самым несчастным, который вложил в адаптацию этого персонала какие-то деньги довольно серьезные, платил за релокацию и так далее, и так далее, стал кузницей кадров для других резидентов. И первый, кто открыл этот ящик Пандоры, этот порочный круг, да, сделал, извините, очень неприятный сюрприз для всех остальных. И более того, он никак не застрахован от переманивания плюс полторы тысячи рублей, завтра у него же другим там, как бы, да, кто воспринял эту манеру. Так вот, в последнее время управляющие компании или корпорации развития, агентство инвестиционного развития, прилетают довольно серьезные вопросы, касающиеся оказания там сервисных услуг, помощь в реализации продукции, сбыта. Не для кого же не секрет, да, что крупные инвесторы заходят под гарантию первого лица, губернатора, да, о том, что все у них будет хорошо, и то, что будет помощь сбыту, и даже если со сбытом будут какие-то проблемы, я не знаю, какое-то количество там продукции, выкупят компании, на которые могут влиять власти, да. Я уже не говорю о том, что в последнее время к управляющей компании инвесторы проводят конкурс на самую управляющую компанию, там, а-ля, мы дружим с семьями, чем вы нам поможете, дайте нам финансовое плечо, подстрахуйте нас, да, прекращайте там с нас собирать деньги, чтобы расплатиться за электроэнергию, у нас там не очень, там, финансовая ситуация, вот, а в последнее время появился еще и такой, такая функция управляющей компании, антикризисный управляющий, да, то есть когда управляющая компания вынуждена влезать в финансовую модель, в бизнес-модель своих резидентов, чтобы их как-то, не знаю, помочь вытащить, потому что, ну, скажем так, из арендаторов очередь не стоит, да, и как-то мы все вынуждены немножечко помогать тем партнерам, с которыми являемся смежниками. Так вот, мы с интересом обнаружили, я вот на следующем слайде проведу, да, на следующих двух, мне даже не хватило слайда, извините, я тут шрифт еще уменьшил, да, что на сегодняшний день квалифицированно ответить на вопрос, что производить, продавать, как выстраивать свой бизнес-план и где размещаться, это, по сути, уже провести многофакторный анализ, который мы очень любим, как математики, экономисты, финансисты, да, с учетом веса факторов, с учета перевода их в денежную оценку, то есть инвестор уже интересуется природными ресурсами, да, то есть если он работает, использует в качестве сырья, близость, стоимость их получения, конечную, уже с логистикой, с упаковкой, с доставкой до порога, а не просто где-то там залежи, там чего-то, да, какие есть рынки сбыта, есть ли у вас распредцентры, да, то есть вообще близость к клиентам, куда я буду, стоимость земли, вопрос понятный, и объектов недвижимости, ограничения, преференции, доступ, это уже никого не удивишь, сельхозпроизводство и фермерские хозяйства, агрохолдинги, ну, их интересует земля не только, как где поставить завод, но и как там почва для воспроизводства, многие коллеги с ужасом узнали о степени изгаженности химии почв, я думаю, на кафедре почвоведения каждого университета, каждого региона, есть там эти красные и коричневые зоны, которые уже, собственно говоря, для воспроизводства пригодны через несколько лет, только восстановительных работ, и ничего на них сажать уже нельзя, да, вода, я дважды написал воду, написал все чистой вода, зелененьким, да, потому что это уже невозобновляемый ресурс, экология на сегодняшний день приходит на существенное место, энергетика, энергетика тоже написана дважды, потому что, честно говоря, услышал с удивлением для себя от одного зарубежного покупателя, который сказал, мы купим вашу продукцию, только если она произведена с зеленой энергетикой, и вот производитель чуть не упал со стула, да, что оказывается важна энергетика, вид энергетики, СГ, там, или же какой контракт, да, по которому он добывает. Тарифная политика, понятно, этот вопрос интересует. Вот, коллеги, кто там немножко знает, чем мы занимаемся, они понимают, что это не просто, я вот сейчас какие-то декларационные здесь вещи, там факторы, да, что мы любим, и я надеюсь уже умеем их оценивать, мы умеем переводить в деньги. Кто не поленится полистать нашу ленту новостей, там у нас есть исследование, как именно в деньгах влияет на экономику производства проекта инвестора, вот разного рода преференции, льготы, стоимость тарифов, то есть важно же сокращение или увеличение срока окупаемости, да, то есть, а то смотреть, как это называется, тарифные планы сотовых операторов, это здорово, но никогда ты не знаешь, сколько ты на самом деле будешь платить, да, и вот очень важно, в каких деньгах, с точки зрения срока окупаемости, NPV, возврата на вложенный капитал, да, влияет вот это вот все, а это, честно говоря, в России вообще мало кто умеет считать, и здорово, что мы одни из немногих. Так вот, последнее время стали спрашивать про трудовые ресурсы, про дефицит, уже активно участвуют в системе переподготовки кадров, подготовки кадров, поиска и так далее, там, про хандинг я сейчас как бы уже не говорю, да, люди начинают оценивать динамику трудовых миграций, задают неудобные вопросы муниципалитетам, с точки зрения преломления или вектора маятниковой миграции, да, то есть маятник же можно использовать, да, то есть создав там рабочие места здесь, задают очень интересные вопросы высшего пилотажа о степени проникновения и глубины кооперации, уровень выстраивания цепочек поставок, смежников, вообще просто предпринимательскую активность, а есть ли там кто на селе, да, то есть, ну, это помимо, да, потому что в одиночку гору не своротишь, да, и советская, так скажем, модель большого завода, все в себе, все делаю сам, она потихонечку переходит в западную модель, честной, долгосрочной кооперации, основанной на доверии и порядочности, где каждый занимается своим делом, инкубатор выращивает яйца, один готовит корма для птиц, третий, допустим, там, клеточное содержание птиц, а четвертый перерабатывает отходы и не занимается уже там ничем другим, и все прекрасно дружат и друг друга не подставляют. Так, следующий слайд. Научились считать и научились оценивать уровень конкурентной среды, потому что, честно говоря, хороший инвестор слепо в регион, ну, как бы не заходит, да, правильно позвучали, инсайт спрашивает, обязательно спрашивает, как там сегодня сказали, фидбэк, да, то есть вот инвесторов, которые уже заходили, все расспрашивают в курилке, за, скажем так, за таким откровенным разговором, как здесь происходит, не душат ли там, да, то есть есть ли давление там крупного бизнеса на средний, среднего на малый, малого на микробизнес, да, то есть не вытеснит ли нас рынок и так далее. А зелененьким, очень важный вопрос, вышел на повестку дня, и там вот Настя Статулова несколько раз об этом обозначалась, пытаясь открыть глаза тем, кто не видит и не слышит, да, о том, что вопрос гарантии стабильности, сохранности бизнеса и безопасности, он вообще в принципе важнее любых преференций, доходность и безопасность. Вот два самых главных вопроса. Все остальные, они на самом деле либо второстепенные второго порядка, либо вытекают там как бы из-за всего. Так, ну, собственно говоря, факторов много, и я не скажу, не похвастаюсь, это будет неправда, если мы, что мы оцениваем, вот прям все эти 26, там, 28 пунктов, да, мы выбираем релевантные для каждого конкретного вида бизнеса, значение которых инвестор передает, значение которому придает, считаем, высчитываем, обосновываем. Вообще, каждый проект надо считать. Мне кажется, эпоха слепого входа в регион, или слепого входа в отрасль, или в бизнес, любого масштаба, она уже позавчера, что называется, она уже давно кончилась. Спасибо за внимание. Рад буду ответить на вопросы или поделиться еще нашими наблюдениями 11-летними за бизнесом разного уровня. Всем успехов в реализации ваших проектов. Спасибо. Да, Сергей Владимирович, спасибо большое. Я бы еще хотел отдельно отмечить, я сам пользуюсь сайтом компании «Инверный» зачастую как справочник. То есть у коллег огромная экспертиза, очень четко структурированная вся информация на сайте. Это далеко не рекламный сайт. Это сайт, где можно зачастую как навигатором пользоваться по инструментам, мерам поддержки, по линии Минпромторга, Минсельхоза, Минэка в разрезе, ну там согласен, конечно, во многом в разрезе Татарстан, но я смотрю, допустим, те же самые механизмы, которые использует Татарстан, зачастую не на сайтах органов власти Татарстана, а на сайте именно компании «Решение верное». Поэтому, ну, ребята профессионалы. Поэтому большое...